вот эта ребристость не дает прилипать продукту к ножу какой интересный утюжок всем привет мы начинаем новый влог и я сейчас буду выходить за хлебом вы удивитесь и хочу наверно посмотреть огурцов потому что у нас заканчиваются огурцы свежие последнее время купить что это такая прям проблемы из проблем продают какие-то засохшие завившие и вообще с плесенью и все так печально и как будто не на юге живем в общем мне предстоит сегодня поход по продуктовым магазинам и хочу заскочить магазин низких цен посмотреть что у них там какой ассортимент и может быть мне в этот магазин будет удобнее ходить чем на пустыре ну там уже не пустырь там уже застроили его но все равно далеко очень далеко туда неудобно добираться транспорта вечно не дождешься все как всегда как будто не в двадцать первом веке живем что еще подписался мне сынуля наконец-то закончились у них учения все они уже вернулись в часть все хорошо все замечательно все ему понравилось кормили очень вкусно и меня радует то что скоро уже полгода как мы служим и мы будем полугодишниками полугодишник это привилегия и скоро мы уже до нее дорастем в общем все у него нормально это хорошо это меня очень радует когда ты воспринимаешь свои успехи это одно восприятие когда ты воспринимаешь успехи твоего ребенка это совершенно другое восприятие и радость за детей она на несколько порядков выше чем радость за себя за себя так тихонько порадовался и вроде бы как бы так и надо за детей нет за детей ты радуешься совершенно по-другому кстати сзади стоит любимая подушка моего сына это он у мужа отобрал уже подарили в прикол там чайник нарисован если кто видит да это чайник сын у него эту подушку отобрал отжал еще маленький он был совсем и с этой подушкой всю жизнь в обнимку я ее даже уже перестрачивала постоянно мы ее стираем обновляем ну а теперь вот она год в одиночестве ждет сынулю на улице жарище опять 32 градуса скоро сентябрь когда уже похолодает когда уже похолодает скажите когда похолодает я уже устала от этой жары правда вот серьезно ждешь лето как манны небесные думаешь фрукты овощи там траляля и если вот не это жарище то наверное ждал бы еще сильнее потому что ты понимаешь что где-то с конца июля ты будешь ждать уже осень потому что жарище когда перехватывает дух когда ты ходишь вот так вот потому что иначе невозможно хотя прекрасно понимаешь что по лету будешь скучать и по овощам и по фруктам и по теплу но вот так устроен человек ему все нет так ладно надо заканчивать болтать собираться и топать за хлебом это мое самое любимое занятие на ближайший год кроме меня это теперь некому делать раньше это делал сын теперь это делаю я единственное что в меня вселяет надежду если вам слышно то на улице ветерок и я думаю что этот ветерок не позволит мне прийти домой без чувств как это обычно бывает в 30 с лишним градусов на улице солнечно тепло и если бы не ветерок то было бы очень очень жарко даже с ветерком прям жарко а уж без ветерка вообще был какой кошмар купила в магните свежих огурцов прям вот только-только привезли что интересно спереди стоят вялые огурцы засохшие а свеженькие спрятаны назад ну я естественно хитренькая я залезла туда где свежие огурцы не понимаю зачем иметь столько магазинов и вот сушить овощи в них все равно ведь наверное не раскупают раз они вот остаются гниют портится в чем смысл прохожу сейчас мимо школы и думаю как хорошо что мои детки уже отучились что им не придется нюхать вот эту вот всю и вне у канализейшн перегородили пополам территорию школы получается стадион отдельно школа отдельно и в газете написали сегодня заборчик этот его приколотили прям к деревьям видимо тот кто ходит по этой дорожке я не буду заходить я не люблю лазить по этим злачным местам которые называются школами тем более еще с такими вот насосными станциями там такие запахи мимо когда идешь не знаешь куда нос засунуть поэтому туда заходить вообще не хочется поэтому я и говорю как хорошо что мои дети уже отучились все у меня меня это минуло а то бы я переживала чем они там дышат потому что я считаю что ничего полезного в этом нет но делать по всей видимости не ошибка торопятся у нас прям каждый день какие-то новые места появляются огороженные в городе вот здесь на нем ничего не было я проходила сейчас подойдем поближе что там новые какие-то раскопки труба какая-то не труба что там понадобилось разрывать огородили надо же флажки повесили и вот так каждый день как не выйдешь новая ямка как не новая ямка завидуйте молча хочу сейчас зайти в светофор купить если у них есть лимонная кислота мне нужно почистить стиральную машинку и чайник а у меня закончилась и макарон мне надо там взять у всех светофорок светофоры смотришь у девчат в роликах столько товаров новых привозят а у нас вот новый товар но еще такие кружки появились раньше не было ну как-то знаете мне не очень не понравились кривоватые какие-то косоватые рисунок не очень качественно нанесен за 59 рублей на кислотой нет вместо нее я купила слойки по видам вишневым но она здесь да я так умею придется искать ее где-то в других магазинах смотрите какие забавные контейнеры стоит 190 рублей такой интересный утюжок иду кайфую на ветерочки так приятно прямо так бы вот знаете облокотился бы на него на этот ветерок как быстро жизнь меняется в прошлом году еще был для меня 1 сентября праздник и планировалось что будет и на следующий год это праздник но жизнь так распорядилась что теперь для меня это обычный день смотрю сейчас там возле школы родители с детками наверное перед перед линейкой видите да что-то может быть узнают что-то им рассказывают как будет проходить линейка а я буду спать у меня не будет никаких линеек никаких у меня не будет родительских собраний никого мне не надо никуда собирать ура все выросли я уже пришла домой давайте покажу вам что я купила это я взяла 4 бедра куриных огурцах огурцы огурцы брала в магните по моему по 60 с чем-то рублей вот это я не удержалась взяла в светофоре это вот такое печенье с вишневой начинкой из слоеного теста макароны и покупочка хозяйственного назначения ножи вот такие три ножа купила сейчас с ними буду готовить вот такой нож этот практически для всего у меня используется и отрезать что-то и порезать таким ножом небольшим я в основном чищу картошку лук морковку а этот у меня будет для шинковки это вообще-то топорик но я люблю такими ножами шинковать вот эта ребристость не дает прилипать продукту к ножу и Субтитры сделал DimaTorzok 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 DimaTorzok